Эй, привет, мой дорогой друг! Время подзолепать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Ведьмак 2, убийца королей. Бэд Буэй, из-за гейм! Так, у нас тут задание. Королевская кровь. Нужно спасти принца от крестьянского самосуда. Говорят, испустила дух. Говорят, что граждане этого города... Холопы обвиняют во всем принца. Да, что принц отравил якобы Саскию. Уважение хоть к кому-нибудь. Кальта наторва. Он любым случаем воспользуется, чтобы воровать и грабить. Он распробовал вкус господской крови. Говорят, у него в ущелье целый клад с награбленным добром закопан. Похоже, в этот раз все будет жестко. Да дайте ж сказать! А ты тут чего? Я Скалин Бурдон. Слежу за порядком Вергания. Ну, ты и проследил. Где ж ты был, когда Саскию отравили? Давай, ця-принца! Под цепы его! Стоять! Йорвет! Белки! Если хотите уйти целыми, держите лапы подальше от оружия. Мне все одно, мужик или господин. Надо будет, всех перебью. Что тут происходит? Слуга, тот, что вино разносил на Перу, говорит, что принц и жрец Ольшан отравили Саскию. Мы хотим справедливости. Вы хотите мести. Это разные вещи. Нам все одно. Саски без чувств лежит, а принц отравители дворяне. Только и ждут, чтоб нас на поле загнать и Хенсельту продаться. Не позволим. Ты лжешь, Кальтон. Никто здесь не собирается продаваться. А виноватого надо схватить и судить по закону. По вашему закону? И что вы ему сделаете? Штраф наложите и по гузну отшлепаете? Мы его сами отшлепаем секирой по горло. Где этот слуга? В безопасности. Его охраняют с Каэтаэли. А что принц заперся? Что не выходит, ежели не виновный? Хватит! Если кто возьмется за оружие, сначала прострелю руку, потом полетят головы. Нас больше со всеми не сладишь. Ты будешь первым. А теперь расходитесь. Нам надо действовать быстро. Что ты задумал? Я их припугну. А если будет надо, пущу немного крови. Я дам тебе время, но их долго не удержишь. Расспроси крестьян, дворян, поговори с краснолюдами. Может, Стеннис что скажет? Если он виновен, то уже выдумал себе красивую сказочку. Думаю, ты поймешь, как отделить зерна от плевел. Еще сходи к этому слуге, к виночерпию. Со всеми поговорить не успеешь, но хоть с кем-то. Для людей самое важное, которые из них... Дворяне не дрогнут. Банда трусов. Они знают, что за головой Стенниса полетят их собственные. Патовая ситуация. Кроме того, неизвестно, виновен ли принц. Ярпен говорит, что отравителем должен быть кто-то из Айдирна. А Шелдон дает бороду на отсечение, что это хельцельтовы шпионы. Кто-нибудь... Кто-нибудь добрался до Стенниса? Да где там? Дворяне стерегут его, как Матрона, щелку своей подопечной. Если холопы разорвут принца, их уже никто не удержит. Они повсюду свой порядок наведут. Поэтому знать, даже если признает вину принца, будет стоять за него стеной. По-моему, у Стенниса больше грязи под ногтями, чем у траханой в хлеву крестьянской девки. Бля, обожаю эти переводы здесь. Так. С чего Стеннис взял, что это работа Хенсельта? Со Стеннисом король договорится быстрее, чем с Саскией. Ее смерть Хенсельту только на руку. Золтан. Я все думаю, как же вино отравили. Саскию на Микине не проведешь. Она кого попала к себе, не подпустит. Это сделал кто-то свой, кого она знала. У Ярпина есть какие-то доказательства? Доказательства? Нет. Старый куеплет говорит, мол, он так чует. Прорицатель хренов. Но может он верно чует. Через призрачную мглу сюда никто не пройдет. Значит, это кто-то здешний. А тебе не приходило в голову, что Хенсельт мог подослать человека до того, как появились призраки? Окей, увидимся. Огня с водой не сведешь. А Саския свела. Так, а я могу... А куда же мы все? А этот, что тут повис, как тяжкий дуг в краснолюцкой халупе? У ведьмаков у них только дзеньги на уме. И энт отпади скажет, что принц не виновный. А кошель-то ему небось Стеннис подарил. Пусть лучше бы поискал нашего парня, который у Дзевы служил, а не болтался бы, как говно в проруби. А после принца надо бы на вельможных в порядок привезть. А то шибко вознеслись. Вы знаете, кто прислуживал Саски? Вицек Боровик. Он на вине работал. Только вин барышню любит, как сестру и мать разом взятых. Он бы за нее дал себя на куски порезать. И где этот ваш Вицек? В хадце укрывается. Господь боится. Белки его осторожать. Принц Стеннис стоял рядом с Саскией на совете. У него был доступ к вину в погребе? А то я знаю. Тогда чего языком метешь? Принц, господин богатый. Что для него подкупить слугу? Что вино отравить? Даже если б хватало на золотые зубы, ты б не стал вырывать себе здоровые. Бывайте здоровы. А ну, зовайся сюда этого долгого рыба. Изволь-ка ко мне. А ведь мак на чьей стороне? Слишком близко. Так, погоди. Говорят, кто-то наложил чары и не... Я тебя искал. Я тебя не знаю. Ну и кашу ты заварил. Чего ты так напугался? А я не боюсь. Врешь. Я ж ничего не сделал. Я ж ж ничего не говорил. Не знаю ничего и ничего ж ж не видел. Давайте сразу, прям вот по жесткому, по жесткому так. Я тебе вреда не хочу, правда не хочу. Но если ты меня вынудишь, я отрублю тебе руку. Нет, нет, пожалуйста. Не ори. Так что ты видел? Я слыхал, как жрец утарил с принцем. Святоша сказал, что Дзева – настоящее бестие в людском обличии. Что за жрец? Альшан, убили которого. Значит, теперь это никак не проверишь. Могилой матери клянусь, чистая правда. Что ты еще слышал, говори? Ну, как я прибирал комнату Саскии, так жрец пришел. А у принца комната рядом была. Громко не гутарили. Но я ж слыхал, как жрец сказал. Ты только отзови слугу из кухни. Ничего больше. Только жрец Альшан знает, что было дальше. Мертвые не слишком разговорчивы. А может, после него что осталось? Следы какие или что? Может, и осталось. И что теперь, и что делать? Найти дом жреца. Так, как туда добраться? Давай глянем. Дом жреца. Я здесь. Я сюда. Смотри, не выделывайся. Если бы не этот Йорвид, принца разорвала бы толпа. Хоть кто-то этим занялся. Не дадимся за так. Рука! Следующему, кто захочет попытать счастье, я отрежу башку. Эй, ведьмак. Изволь-ка ко мне. Мужикам с господами никогда по одну сторону не был год. Так, туда ли я бегу? Слушай, ну сюда, мне направо куда-то. Здесь, да, как я понимаю. Затаили зло на собственного принца. Хорошо бы, чтобы Скалин разобрался с этим бардаком. Чего тебе надо, ведьмак? Мне надо знать, где жил жрец Альшан. Хм. Проще всего будет показать это на карте. Вот тут где-то. Сесиль, ты знаешь кого-нибудь, кто участвовал в войне три года назад? Я сам, к примеру. Ты дрался под Вергеном? Ага. Филиппа говорила, что ты можешь рассказать о самой битве. Этот козёл Хенсельт думал, что Айдирн – сборище убогих. Что мы наложим в штаны, и едва его войска перейдут через реку. Зачем он напал на Айдирн? Для Хенсельта Верхняя Айдирн – это исконные территории Каэдвенской короны, которые должны воссоединиться с отчими землями. Тьфу! Борзый прыщ! Этот борзый прыщ в чём-то прав. Если почитаешь хроники, то узнаешь, что 300 лет назад эта земля действительно принадлежала Каэдвену. Вилами по бабушке надвое писано. А 700 лет назад тут жили грёбаные эльфы. А миллион лет назад какие-нибудь драконы. Если так посмотреть, каждый король может припереться с армией к соседу и сказать, что имеет на это полное право, потому как какой-то его предок навалил здесь кучу. Ладно. Хенсельт решил захватить Верхний Айдирн. Что дальше? Прибыл, получил в пердак и убыл. Сесиль, мне нужны детали. Какая это битва? Резня самая настоящая. Я, как об этом говорю, всё так и встаёт перед глазами. Не хочу. Во мгле души павших в битве. И они продолжают бой. Они превращаются в отвратительные создания. В драугиров. Айдирнсы, Каэдвенцы, люди, эльфы. И краснолюды тоже. И нет им ети покоя. Даже после смерти. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Ну, раз помочь, тогда слушай. День был погожий. Вандергрифт атаковал после полудня. Первой шла бурая хоруквь. Много наших со страху обосрались, как знамя увидали. Но и мы припасли им подарочек. Ночью насыпали огневые валы. А лучники в нужный момент их подожгли. До сих пор не верится, что мы обвели вокруг пальца ихние разъезды. Если б не эта хитрость, мы б с тобой сейчас не разговаривали. Да и не было б никакого верхнего Айдирна, наверное. Здорово мы потрепали бурую хоруквь. Но это было только начало. Нас вёл Зельдкерг. Всюду, где он появлялся, Каэдвенцы отдавали поле. Как глянешь на его доспехи, аж сердце сжималось. И тогда в бой вступил сам Вандергрифт, домоправитель. Он с наёмниками прорвал наши ряды. Они встретились с Зельдкерком на середине поля. И Вандергрифт Зельдкерка зарубил. Страшная это была смерть. Наши тут же бросились в расцепную. Я думал, что это конец. И тут небо обрушилось. Целиком. Будто сами звёзды решили отомстить за смерть великого рыцаря. Всё поле залило огнём. Бой прекратился. Все бросились спасать свои шкуры. Да. И не было уже ни врагов, ни друзей. Были только живые и мёртвые. Говорят, это всё из экоэдвенской чародейки, которая хотела отомстить Вандергрифту. Видно, есть в этом доля правды. Потому сразу после боя Хэнсель ты её казнил. Так. Ну это я понимаю уже, как... Я расспрошу про другой квест, но сразу, чтобы потом к нему не возвращаться, сразу просто расспросим. Ты видел поединок Зельдкерка и Вандергрифта? Я недалеко от них стоял. В жизни не видал такого поединка. И верно, никогда уже не увижу. Они и прежде сходились на рыцарском турнире в Артхарайге. Там Зельдкерк победил. Навешал домоправителю так, что тот даже меч поломал. Другого такого рыцаря, как Зельдкерк, уже не будет. Вандергрифт-то, говорят, после этого турнира так разобиделся, что повесил кузнеца, который ему меч ковал. А потом заказал какой-то особый. У чародея. Ну и верно, и этим новым-то клинком Зельдкерка и зарубил. Вандергрифт мёртв. Ты знаешь, что стало с его мечом? Знаю, а кальчик? Он усаский. Вот хорошо. Только её рука может укротить ту ненависть, что заключена в его клинке. А после битвы, когда пламя угасло, повылезли кладбищенские гиены. Растащили всё. А хуже всего, что во всём Айдирне не осталось никакой памяти по Зельдкерку. Зельдкерку. Брат его плетёт, мол, у него перчатки есть. Но верно брешет. Вы отбили знамя Бурой Хоругви? Бурые – лучший отряд Хенсельта. Но ни одна собака от нас не ушла. Домоправитель отправил их на верную смерть и даже подкрепление не прислал. Он был чудовище в людском обличье. Солдаты из Бурой забияки были. Много наших намолотили, но на каждого Бурова приходилось по семь наших. Так что у них не было шансов. Мы похоронили то, что от них осталось в склепах за Вергеном. И знамя их не там же лежит. Врагов, даже мёртвых, надо уважать. Мне понадобится это знамя. Спасибо, Сесиль. Ты очень мне помог. Думаю, я знаю, что мне нужно, чтобы снять проклятие. Госпожа Эльхард говорила, что нужны четыре артефакта. Знамя символизирует смерть. Меч Вандергрифта Домоправителя – ненависть. А вот остальные… Остальными займётся Филиппа. Я думаю, она знает, где их искать. Хорошо, как бы так. Так, обыскать комнату. Всё, я узнал. Опа, подожди, подожди. Давай, соберём, соберём. Монеточки. Так, давай на карте посмотрим, где это. Ага. Короче, добежим туда. Заодно расспросили про знамя. Уже будем знать, где знамя и где меч. Так. Здесь мне куда? Смотри, не выделывайся. Так, поменялась метка. Ага. Странная аура. Ничего интересного. Дождаться событий. Дождаться событий. Дождаться событий. А, 39. Так, это мне, как я понимаю, обращается. Аккуратно, да, теперь. М-да. Так, ну я какие-то заметки нашёл. Не знаю, нужно их читать или нет. Или мы так справимся. Так. Так. Девушки отдыхают О, я уже перебежал А, мне вот сюда, да? Нет, слушай Блин Что-то я запутался, куда бежать Да Да И вот смотри, что с ней сделали Если бы не этот Йорвид Принца разорвала бы толпа Эй, ведьмак, извольте ко мне Пошел вон, хамло Запоешь по-другому, как тебе по горлу сырком проедуть Ты своей женушке грозить Эй, ведьмак А этот что тут повисит? Извольте ко мне Бывайте здоровы Так, чё мы ждём? Я хочу видеть принца Да ты что Вот остальные сразу говорят Что хотят нашего принца Разорвать на куски Мы тебя не пустим Только я могу помочь вашему принцу Действительно Как я об этом не подумал Ты спятил? Молчать Я здесь командую Ведьмак может войти Входите, мастер-ведьмак Ведьмак пришёл меня убить? Я пришёл за помощью Ты можешь спасти Саскию Ты слышишь, они хотят моей головы Они верят в слово последнего мужика больше, чем моему Я наследник Эдирна Законный владетель этих земель Потомок Димовенда и Верфурила Принц, если ты мне поможешь Саския выздоровеет И люди забудут Если? Значит, если я тебе не помогу, они меня убьют? Это шантаж Это договор Чего ты хочешь? Для эликсира, который излечит Саскию, нужна королевская кровь Ты что, издеваешься надо мной? Саския вытащила тебя из битвы призраков Ты обязан ей жизнью Это был её долг Как и любого другого жителя Эдирна Это из-за неё моя страна разваливается Саския и её мятежники Разбили королевские войска под Гулетто и на Дифне Армия Эдирна практически не существует Мятежники – последняя надежда остановить Хенсельта А что потом? Свинопас станет королём очистящих сапог канцлером? Не думай о том, что будет потом Принц, достаточно нескольких капель твоей крови, чтобы исцелить Саскию Только под её командованием Верген сможет обороняться Я уже сказал Я ничем не обязан этой девице и не позволю себя шантажировать Если из-за этого я должен погибнуть, пусть так и будет Я пойду на плаху с поднятой головой Но я не дам королевской крови крестьянской девке Ты отравил её? Конечно, нет А если бы и я? Неужели ты думаешь, что я стал бы об этом рассказывать? Не будь глупцом Я пытаюсь тебе помочь Не только Саски, но и тебе тоже Я не склонюсь перед требованиями Черни Никогда Хватило одного навета, и вот они уже стоят у моих дверей Ты думаешь, что каждый раз, когда какой-нибудь убогий мужлан завопит Во всём виноват принц Я обязан оправдываться? Может, мне выйти к ним и молить о пощаде? Никогда! Просто убеди их, что ты невиновен Докажи им, что это не ты, и они отступят А если я невиновен, но у меня нет доказательств? Ты говоришь, что хочешь мне помочь? В таком случае сделать так, чтобы люди мне поверили И ты не пожалеешь Ты хочешь меня подкупить? Я предлагаю тебе уговор Стража! Что случилось, государь? Покажите ведьмаку выход Всё в порядке, государь? Аудиенция закончена Геральт, подумай над моими словами Хорошо Пошёл Хватит, хватит балагана Люди, возьмитесь за ум Сядьте и поговорите спокойно Наговорились уже Давай, кумовья, вынимать принца из холопы Верден это не нужник, куда каждый насрать может Надо соблюдать законы, а за их исполнением следит Скаленбурдон Нет такого закона, чтобы холопы грозили потомку короля Это говорю я Зильград, брат Зельткирка Величайшего рыцаря Айдирнской земли Хватит спорить о том, кто родился в замке, а кто в хлеву Осудить и покарать любой дурак сможет А вы попробуйте вину доказать Холопский прислужник Пустил слух, будто принц Стеннис Покушался на жизнь Саски Зачем же принцу затевать такую подлость? Позорить свой славный род? А вот затем Короны паршисту захотелось Вы помните, как бесстрашно стоял он вместе с Саски На переговорах с Хенсельтом? Он притворялся лисье морда, чтобы глупых мужиков провесть Да только мужики не так глупы, как господа думают Сами видите, как крестьяне ненавидят принца Они брызжут ядом хуже змей Они устроили заговор, чтобы от него избавиться Слуга Саски и говорил об этом И где он, этот слуга, я спрашиваю Если ему есть что сказать, почему он прячется, как вор? Ответ прост Потому что он сам обманщик Прячется, чтобы его не зарезали, сукины дети Белки должны его охранять И последний вопрос Каким образом принц мог отравить Саски Всем известно, что вино из бочек Прежде чем оно попадет к Деве, пробуют слуги Пожалуй, я соглашусь Мы не знаем, отравил принц вино или нет Стэннис, тряпка! Куда ветер подует, туда и повернется Все это знают Ты должен доказать его вино, а не оскорблять его смерть А скажите, кто другой бы это сделал? Мужику-то надо было барышню обидеть? Никогда! Потому как при ней, господские псы, с нами должны считаться Никто не станет рубить сук, на котором сидит А мужик не дурак, чтоб поднимать руку на избавителя Допустим, крестьяне этого не делали Но это не значит, что принц виновен Я вот интересуюся А у кого комната рядом с Саскиной, как не у Стэнниса? От Кельвина берутся С его вшивых погребов У кого доступ на кухню Девы? У сиятельного принца Тьфу, язви его душу Вергене нет никого, кто хотел бы убить Саскию А ежели бы и хотел, то не смог бы Только Стэннис Ты ошибаешься, Кальтон Жрец Альшан хотел избавиться от Саски Он считал ее чудовищем в людском обличье Альшан Стэннису сапоги вылизывал Ты, холоп, наверное, думаешь Что если кто сидит рядом с замужней дамой То тот ее и трахает Жрец убеждал принца Стэнниса принять участие в заговоре О, как, значит, Стэннис дитё неразумное Ему каждый святоша, что хочешь, вдолбить может, да? Альшан получил, что ему причиталось Хенсель-то ему башку раскроил А теперь очередь Стэнниса Нет доказательств, что принц участвовал Жрец попросил провести его на кухню Значит, если сам яду не клал, так другим помогал Это только слова Слишком много домыслов, слишком мало доказательств Никого нельзя осудить на таком основании Ваше высочество, это небезопасно Я не боюсь Страх — это свойство простых людей Но не того, в чьих жилах течет королевская кровь Чего вы добиваетесь? Осудить мою особу? Или принц, по-вашему, не отличается от ярмарочного вора? Вы стоите перед королевским высочеством И смеете посягать на него? Есть на этом свете преступления, которые можно простить А есть такие, которых прощать нельзя Так же, как нельзя простить мать, которая убила своего ребенка Или мужчину, который перерезал горло собственному брату Так нельзя простить преступления против того, Кого поставили на престол сами боги Кто поднимет руку на помазанника божьего, Тот не может ступать по земле А тот, кто отравляет девицу, он кто? Во-первых, Саския жива Потому никто не может обвинить меня в ее смерти Во-вторых, у вас нет никаких доказательств, что я пытался ее убить А в-третьих, я заверяю всех здесь собравшихся Что я не приступлю закона Но судить меня может только она Дева Изоидирна Какой деловой? А ежели Саския помрет? Кто ж тебя осудит? Я верю, что ее удастся исцелить Но если боги решат иначе, мы соберем совет мудрецов, который вынесет справедливый приговор Вот слова настоящего владыки Ибо я обязан служить для вас образцом А мои поступки достанут пламенем, что рассеет тьму Ты уже забыл, как пытался меня подкупить? Что скажешь, свиную рыло? Его хотят оговорить Никто этого не слышал, ведьмак Виновен принц или нет Мы не должны лишать его права на справедливый суд Что сделают крестьяне, если мы выдадим им принца? Выслушают его? Нет Повесят на первом дереве или разорвут на клочки А если мы разрешим самосуд? Стоит один раз его допустить И кто поручится за то, что всякий не начнет мстить за свои обиды? Истинные и вымышленные Мстить людям единственная вина, которых, к примеру, в благородном происхождении К чему это приведет? Я ничего не понял Вроде пытался его защитить Но он кровь не дал, поэтому ведьмак обозлился Крестьяне в бешенстве Драться они побоялись Но Стенниса они просто так не оставят Это все не кончится, пока Саския не придет в себя Одной силой порядка не удержишь Разве что очень большой силой В таких вещах нужен еще и авторитет И королевская кровь В эту минуту пять кварт королевской крови Как раз прохлаждаются в краснолюдских подземельях Еще есть Хэнсельд Идти через призраков это безумие Проще выкрасть Стенниса Нет Если мы его хоть пальцем тронем, начнутся беспорядки С меня хватит этой ругани Саския лучший полководец, которого я когда-либо знал Только без нее я за подкреплением Куда? На западе ждут четыре отряда с Каэтаэлей Пора их растормошить Ты сможешь? Придется Так Поговорить с Филиппой Ну окей, погнали А нет, там Короче, давай Мне с Филиппой поговорить Короче, у нас что там? Задания, получается, обновились Королевская Там что нужно теперь сделать? Нужно взять немного крови У Хэнсель-то А Хэнсель? Хер его знает где, да? Да Хэнсель без понятия где Окей, погнали Тогда пока поговорим Так, окей Давай пока так оставим И разберемся Куда мне тут двигаться Ага Там Видимо, мне нужно узнать Еще где Хэнсель Потому что По маркеру Мне просто так К ним и не добраться Так Так, ребята Кому нет 18 Глаза закрываем Я надеюсь, тут таких нет Я пыталась отыскать следы трис Но туман ослабляет мегаскоп Я поймала слабый сигнал Она где-то рядом Наверное, с другой стороны В Кэдвенском лагере? Тебе придется пройти через мглу Не будем терять времени Я буду сканировать поле И смогу направить тебя в нужную сторону Как войдешь во мглу Ты меня увидишь В таком случае До свидания У нас все еще нет королевской крови Да Хэнсельд Нам не нужна его голова Нам нужна его кровь Сколько раз я должен повторять Я не убийца королей Так Пробраться на другую сторону Окей Это мы проберемся Но она про Хинселя тоже заговорила Возможно, он тоже где-то там Ну все Мне отсюда надо выходить Я понял Только вот как я там буду Я в прошлый раз попробовал Я просто сразу же Отлетел Смотри, не выделывайся Я там даже ничего не смог Поделать Так Ага, все правильно Все правильно двигаемся А может мне надо было сначала Мглу разогнать А потом уже Брать этот квест А откуда они тут взялись? Как вас столько уродилось Или может Филиппа мне будет опять этой совой? Как вариант Так, давай Сохранимся Да Да, да Или Филин ли Или Филин ли Кисова Или кто это? Так, так, так Это мне вот этих надо бить Да стой, стой, стой Не того Давай вот эту Четенько погнали дальше Четенько погнали дальше Старовать я для этого Оп-оп-оп-оп-оп Оп-оп-оп Не отстаем Не отстаем Двигаемся Но призрака тут очень много На самом деле Саша. Отлично. Давай валим дальше. Что такое? А, я прошел, да, типа? Да, я прошел эту битву. Поле мертвых. Дальше я не пойду. Если Дедмольд почувствует мое присутствие, как мне вернуться в Верген? Я подожду тебя где-нибудь здесь. Поторопись. Отлично. Значит, мне надо Трис. Полетели, полетели за Трис. Приказ. Не понял. Другой есть спуск, да? Блин, а че? А че, я там у него че-то собираю, что ли, или че? Я знал. Холера, я знал, что это ты. Когда во мгле что-то зашевелилось, я так ребятам и сказал. Это Геральт из Ривии, не будь я верна на мраше. О, а это твой приятель? Я его только что нашел. Он был уже мертв. Интересно. Костюм похож на Вергенский. Он почти прошел через мглу. Так что ты здесь забыл? Где-то здесь должна быть Трис. Все ищешь свою чародейку. Если бы она тут появилась, я бы об этом знал. Она должна быть где-то здесь. Ее следы почувствовала Филиппа Эйльхарт. Я вижу, ты перезнакомился со всей ложей. Их ты тоже бросишь, когда припечет? Ты сделал свой выбор. Ты сбежал с эльфами, а Бьянка едва не погибла у этого выродка Лореда. Я не твой солдат, Роше. Я тебя не предавал. Я этого и не говорил. Но подумал. Ты и твои люди против всего мира. Значит, смерть Фольтеста тебя больше не интересует. Убийца похитил Трис, если помнишь. Помоги мне найти ее, я обещаю. Я сдержу слово, которое дал в подземельях лавалетов. Не знаю, зачем я это делаю. Ну ладно. Если Трис действительно в лагере, она может быть только в одном месте. На тылах возле берега встали нильфгарцы, туда никого не пускают. Ты можешь пробраться через лагерь или пройти через пещеры. Про ворота забудь. Вход в пещеры закрыт палаткой маркетанток. Барышни собрались ходить этим путем к графьям и рыцарям, но оказалось, что в пещерах живут чудовища. Если и девки, и чудовища тебя уже достали, на востоке есть тропинка, которая ведет к реке. Там солдатская столовая. Оттуда придется тайком пробираться через весь лагерь. Спасибо, Роше. Будешь должен. Так, я хочу через девок. Девок и чудовищ. Так, давай посмотрим. Это типа... Не, вот это пещера. Или что? Тут типа столовая, мне кажется, да? Тут же какая пещера-то. Походу мне сюда... Короче. Откуда они здесь? А откуда они здесь? Так, ну, как я понимаю... Все, я правильно бегу. Скорее всего, тут где-то, да? В пещеры тут через пещеры. Или тут лагерь. Блин. Может быть, тут мне... Где тут задание-то? Может быть, он тут скажет? Так. Так, узнаем. Где-то совершил немало пробегов. О, муху. Ладно. Короче... Пусть будет как будет. О, а тут тупик, что ли? Или че? Как вас столько уродилось? почему-то он не иногда не рубит их сразу так это чем не надо смотреть сжечь тела а чтоб они не превратились в этих откуда взялся а это тот видимо которыми я давно заметил ну давай поджигай так ничем не сюда как я понимаю но вроде когда а пещера вот она да 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 пещер нет это не пещера блин это столовая да все таки я короче не туда побежал так уже как нет нет а как поджига мне красться и а и 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 так просто тихонечко идем игра сохранилась отлично спалили типа о блин да ребят я не хотел да ну зверь как и есть обычная пьяная с путина обычная беда я сглотина так знаете что я хочу сделать я как понимаю сейчас тут просто сохранение было здесь буду да а могу ли я возле раша появится так вот это я где появился сейчас появлюсь точнее слушай но это типа в самом начале да короче побежал через как я понимаю через самый сложный ход поэтому сейчас по-быстренькому так здесь надо мне тело смотреть и я знал я же могу пропустить это я уже пропустил так все не видит рис я не тогда мне туда так вон тут уже бегают эти гнильцы давай да не кричит блин забыл что они взрываются а вот здесь типа девки распутные на странная эту штука жизнь ой все вот медном порядке прошу прошу ведьмак девочки готовьтесь чего желает достойный кавалер поговорить мне нужно поговорить можно и поговорить но стоить это будет столько же сколько потрахаться идет мне надо пробраться в лагерь тайна это будет стоить больше чем потрахаться охренеть давай маловато смысл не надо пробраться в лагерь это я сто сорок семь так что ты думаешь о хенсете а что хозяйки бордели и тракт а что я сделаю то если мне нет у меня же я же потратил все бабки других местах позже неочисть бывает в диаз визги против может если я сыграю в кости я смогу а я не умею в кости то играть прошу чип мне я не стану платить за разговоры были ладно хер с ним давай нужен блин да серьезно она должна дать ключ мне так ну давай попробуем еще иди хорошо что им что им знать нет прошло занято так мне идет но так мне надо э маловато мне на маловато это будет стоить да блин потрахаться так стоит маловато да я понял что маловато мне надо мне знает такая тут есть на эту штуку жизнь с кем поговорить или не эльфов а теперь прошу да блин почему я с ней то разговаривают а блин это чего может с кем можно поговорить чтоб что-то продать добром прошу уходи уходи бродяга тут водятся тролли не сбрасно дело а чего нет в других местах уходи 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 тролли и строят мосты плату за проезд не берут они в скалах живут кто что поедет а что до денег не собираю так слушая еще под собирал маленько ну давай еще сюда забежать же сам себя трахай голодранец вы только гляньте здесь убийца занимайтесь любовью а не бывалу так еще три занимайтесь любовью а не войной так окей давай есть еще мне нужно поговорить идет ну да так мне теперь у меня 169 монет давай маловато мне ну блин сколько тебе бабок то надо блин что окей знаете тогда что мы сделаем когда я короче серию на этом закончу я пойду продам слушай короче я продам немного с бабками приду и уже пройдем и выкупим ключ в общем ребята на этом будем тогда серию заканчивать спасибо всем кто досмотрел до конца с вами был бы 2 games я же виктор и увидимся на следующих видео пока пока